Парламентарии региона рассмотрели изменения в окружной закон об оленеводстве. Поправки касаются рационального использования оленей в пастбищ. Темы продолжит Александра Литкова. В настоящее время в округе действуют нормы закона об оленеводстве, которые предполагают жесткий контроль за оленей емкостью пастбищ. Администрация округа направила в собрание депутатов законопроект, предполагающий изменить существующую систему контроля по сохранению оленей в пастбищ. После рассмотрения поправок у парламентариев возникли вопросы. У нас есть пример, очень яркий. Это наши соседи, Ямал-Нинский автономный округ, где состояние пастбищ, к сожалению, не очень хорошее, наверное, даже плачевное, где наблюдается и перевыпас оленей. И в связи с этим возникают угрозы и оленям, потому что несколько лет идет падеж. И, естественно, это сказывается неблагополучно на жителях тундра, оленеводах, потому что они лишаются своего традиционного вида хозяйствования. И сегодня все мы настроены на то, чтобы не допустить повторения этой ситуации в Нинском автономном округе, для того, чтобы олени пастбища использовались эффективно. Как считают специалисты Мурманского землеустроительного предприятия, которые проводили геоботаническое обследование земель, перевыпаса оленей в пастбищ в Нинском округе нет. Скорее, его нерациональное использование. У нас, скорее, проблема нерационального использования пастбища, неполный охват пастбища. У нас очень большие территории вылетают в зимние сезоны. То есть те пастбища, которые находятся на юге, те лимитирующие пастбища, которые находятся на юге, используются оленеводами зимой, использовали рис, скорее можно говорить, они сейчас отдыхают и находятся в очень хорошем состоянии у многих хозяйств. Кроме того, специалисты считают, что нужно заинтересовывать самих оленеводов сохранять и правильно использовать свои пастбища. Чем более экономически развитое хозяйство, чем больше оно оцелено на экономическую выгоду, тем больше оно старается сохранить свои пастбища. Потому что это их деньги. И они как бы говорили о том, что нашим бы тоже немцам бы заняться, вот именно стать более коммерциализированными, более на финансы направленными, тогда они будут сохранять пастбище, потому что это их прибыль. В целом геоботаническими исследованиями охвачены все хозяйства округа, за исключением общины Ямпто. В основном в неудовлетворительном состоянии находятся пастбища, расположенные на западе региона, на полуострове Канин. Вообще есть такой очень хороший показатель, узнать, как хорошо пастбище используется или нет. Это вес телят этого года рождения, осенью. Если телята достигают веса 15 килограмм, а средний вес 16-17 килограмм, то, естественно, это в первую очередь свидетельствует о том, что они очень мало кушали, и что пастбище находится в плохом состоянии. Большие телята хорошие, значит, с соленими пастбищами все хорошо. Окружные парламентарии продолжат работу в этом направлении. В частности, предполагается ввести ежегодный отчет по четкому и эффективному контролю за состоянием олених пастбищ в регионе.